В результате столкновений образуются такие объекты, как кратеры, метеориты и тектиты. Поговорим о тектитах. Тектиты – это небольшие стеклянные объекты, которые образуются, когда астероид, диаметр которого обычно превышает километр, расплавляет часть земной породы. Затем, когда объект взрывается при ударе, он выплескивает расплавленный земной материал, который застывает, вращаясь в атмосфере, и в конечном итоге образуется вот это стекловидное вещество. Таким образом, расплавленные капли, которые могут быть унесены на расстояние до тысяч километров от места удара, застывают, и становятся твердыми каплями стекла, когда они вращаются в атмосфере. Вы можете видеть, что в результате получается что-то вроде овального печенья в форме печенья самых разных форм. Я никогда не видел такого овального печенья, но именно в этом и заключается идея. Сделай его в форме гантели. Концы гантели могут отделяться друг от друга и образовывать каплевидную форму. Но важно отметить, что это не метеориты. Как правило, они не содержат частиц исходного, астероидного ударника. Есть несколько найденных фрагментов, которые, по мнению некоторых химиков, имеют характерные признаки, например, небольшое количество никеля, но это встречается очень редко. Это почти полностью обычная земная порода. Если хотите, то выглядит как деформированное печенье. И тектиты – очень редкие камни на Земле. Они встречаются в четырех основных регионах планеты. Самый древний из них произошел в результате столкновения 34 миллиона лет назад. Столкновение произошло вот здесь, образовав кратер диаметром 30 километров. С тех пор он весь заполнен осадочными породами, смытыми водой. А затем были найдены тектиты, разбросанные в разных местах. Самые молодые из них, вот здесь, они образовались при ударе 780 тысяч лет назад. Место падения дискуссионно. Это либо кратер в океане к востоку от побережья Вьетнама, либо кратер, погребенный под лавой в Таиланде, одно из двух. Но при этом из него выплеснулись осколки этого стекловидного вещества. Это привезено из Вьетнама. Вьетнама